Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Мы на это лето напланировали много, на самом деле, много интересных программ. И у меня есть предложение немножко людям рассказать про программы, которые у нас ожидаются на лето. Потому что сейчас вот уже конец мая. И даже сами их прослушаем, проговаривая, прослушаем как. У нас из майских программ остается только лекция. Лекция «Парадокс. Трехточечная система и выхода бесконечности». Это в понедельник 30-го числа. На самом деле, это интересная лекция. Она познавательная, как и все лекции. Она просто дает широту восприятия, она не дает состояния. И она где-то удовлетворяет любопытство ума, который говорит, так вообще, как это все работает, а как меняется жизнь смерти, а как там происходят какие-то... Инкарнационные вещи, как происходят, как происходят и так далее. Вот на лекциях это дело... Вот сейчас почему-то четко словила. Будут слушать, когда люди, да, совсем сторонний наш подкаст. И первое, за что зацепится мужской аналитический ум, он скажет, вот, если они говорят про инкарнационные вещи, то все это секта. Четко. И тут же накладывается информация. Посмотрите на реальные секты. Их организовывали, как правило, мужчины. Как правило, они объединяли женщин. Как правило, у женщин был отключен ум и разум. И с умом и так у женщин туговато. А еще когда разум отключается вообще, и начинались действительно те вещи, которые начинались. Но это все используют религии по этому же принципу. Вот когда мы говорим про инфодайвинг, и если вот люди узнают себя, вот этот момент реактивный, что четко знаешь, что такие будут, просто прочувствуйте, об этом ли речь. На самом деле, когда мы говорим про инфодайвинг, мы говорим про возвращение к себе, искреннему и настоящему. Про то, чтобы убрать ложь. Про то, чтобы раскрыть возможности своей психики и прийти в гармонию со своим подсознанием, чтобы быть действительно единым, целостным со своим подсознанием. Потому что когда человек вместо того, чтобы, когда вот, например, заболевает, вместо того, чтобы разобраться со своим подсознанием, разобраться со своей психикой, решить и для себя понять, зачем же включается это заполевание, человек вместо этого соглашается на игры врачей. Он выносит ответственность на врача и подтягивает игру врача. И, кстати, на эту тему, вот сейчас опять очередной пример. Сколько мы в жизни уже людей вытянули с болезней? Очень много. И сколько раз было такое, что на ранней стадии игры, как мы говорим, человеку предлагалась игра. Ты будешь играть в красную волчанку или не будешь играть? Ты будешь играть в неизлечимое заболевание? Или мы делаем себя чем-то простым, что потом будет легко вылечить? И те люди, которые пошли нашим путем и отказались от игры и решили проблемы психики, те здоровы. А те, кто не захотел, ну, в принципе, у нас таких не было. Но были те, кто не обращался и честно поверил врачу. Не обращался к нам и честно поверил. Да, врач говорит, он же профессор, он же авторитетный, он же опытный. Все. Он себе впечатал диагноз. Кстати, сегодня пришла обратная связь. Продолжение этого вот марлезонского балета с нашим тазобедренным суставом. А, да? Могу даже зачитать. Я опять ржала. То есть, здравствуйте, Наташа и Ирина. Пишу продолжение ситуации с сыном. Я про ушиб. Немного прихрамывая сын ходит на работу, ездит за рулем машины. 18 мая приезжает врач домой к сыну, чтобы сказать, что нужен ему постельный режим. И никак по-другому. Сын был на работе. Врач высказала все мне. Я выслушала и сказала, спасибо, все будет исполнено. А на самом деле они не поверили городским снимкам про отсутствие перелома. Потом обращались в соседний район, в больницу, чтобы прочитали первые снимки, сделанные в нашей районной больнице. Те прочитали и сказали, что да, перелом есть. Вот они и заставляют его лежать. А мы не можем понять, почему так заботятся до сих пор. Наташа, спасибо вам. Вот смотрите, история-то какая? На самом деле речь шла о переломе тазобедренного сустава. При этом переломе, это боли, это дикие боли. Человек не может ходить. И действительно, первый снимок показал перелом, потому что действительно этот перелом имел место быть. Но решив вопросы с психикой и зафиксировав сознанием ушиб, пока ехали из одной больницы в другую, уже был зафиксирован ушиб. И уже человек выходит из ушиба. Но врачей, которые смотрели первый снимок, кстати, благо, этот мужик, в смысле у которого перелом был заменен на ушиб, благо он в снимках не разбирается. Потому что если бы он своим сознанием фиксанул и увидел, он зафиксировал бы перелом. А так он не знает снимок, а быстро и все, и это все ушло. Смена картинок. На самом деле можно изменить многое. Но если врач для тебя авторитет, и человек верит, просто искренне верит в то, что сейчас ему поставили диагноз, он уже имеет этот диагноз. Потому что в это время его сознание уже все проращивает этот диагноз. Человек будет болеть, потому что он создает. Аналогично, ребята, хотите верьте, хотите нет. Распространялся ковид. Большинство умерло от страха, а не от этой болезни. Они сами создавали ее у себя. От страха. Это как в анекдоте про чуму. Чума-то обещала, что ты заберешь всего 5 тысяч человек, а ты забрала миллион. Она говорит, нет, я не забирала миллион, я забрала 5 тысяч, остальные умерли от страха. Так и здесь всегда человеческое сознание ведется на то, что говорит авторитет. И если авторитетный врач, авторитетный снимок зафиксировал, то все в твою голову тебе нальют. Вот сейчас будут обезьяны, болеть обезьяньей и оспой. И это все идет, я не знаю, это трэш какой-то идет, это безумие, это танец людей, сошедших с ума. Вот когда это все видишь, понимаешь, что, блин, надо же как-то остановиться и начать развиваться, где-то включить мозг. Проснуться. Проснуться. Вот инфодайинг, он учит проснуться. Это не о сектовании, это о возвращении к себе. И это выбор человека, будет он просыпаться или не будет. И на самом деле, когда говорят, ну, в трех словах расскажи про инфодайинг. Я книгу «Парадоксальное восприятие», вот последнюю книгу по инфодайингу, я ее перечитываю, я не могу больше двух глав одновременно прочесть. Она сложнейшая из книг, вообще сложнее литературы в моей жизни не было. И эту книгу написали мы на каждую главу, я перечитываю, думаю, это писали мы. Это мы, да. Нет, это писали не мы. И каждую главу можно распаковать в отдельную книгу. То есть там за ней еще шлейф информации идет. То есть на самом деле это очень сложные вещи, потому что путь длиною тысячи, миллионы жизней, которые мы проделывали, играя, чтобы вернуться к себе, когда мы один раз ушли в эту игру. И вот сейчас есть возможность это сделать или хотя бы приблизиться к себе искреннему и настоящему. Просто приблизиться к моменту, когда ты просыпаешься и перестаешь творить тушь вот эту. Да, для этого всего лишь взять ответственность. Взять ответственность. Всего лишь, да. А вот скажите, всего лишь взять ответственность? Давайте посмотрим по вашей жизни, как вы берете ответственность. Давайте, поехали. Работа. У кого наемная работа? Ни у кого ответственности на вас нет. У кого фирмы? Ни у кого из вас ответственности нет. Знаете почему? Потому что вы создали общество с ограниченной ответственностью. Ладно, общество с дополнительной ответственностью. Это трэш, это такой обман, это ложь вообще. Есть только одна форма бизнеса. Я предприниматель. Я отвечаю за себя. Все. Других форм нету. И предприниматель не должен быть ограничен. Я хозяин. Лимит. Я хозяин. Никакими лимитами, никакими ограничениями, ничем. Сколько хочешь, зарабатывай. Сколько хочешь, подари государству. Вот тебе какой-то минимум ты заплатил на содержание государства. Остальное из благодарности, когда тебе дают возможность работать и ты благодаришь людей искренне. Надо открыть полностью все возможности благодарить. Благодарить исполкомы, благодарить банки, благодарить больницы, благодарить, благодарить, благодарить. Отдельные расчетные счета для этого. Счет для благодарности. Но скажите нам поддержку. Пофиг поддержка. Никто не хочет никого поддерживать. Хочешь нести свою жопу сам Я тебя за твою жопу поддерживать не буду Но, когда ты работаешь хорошо Я хочу тебе сказать спасибо Я хочу тебя поблагодарить И это единственная форма ответственности Это предприниматель Индивидуальный, хорошо индивидуальный Почему этот индивидуальный предприниматель Не может подтянуть еще таких же предпринимателей И работать с ними Почему их должно быть три в ограничении А иначе фирму открывай и ври Что ты с ограниченной ответственностью И сразу, ой, надо же открыть фирму Тогда ответственность будет не на тебе Ты не будешь отвечать своей собственности Все, ложь пошла Кому ты лжешь, чей колодец ты плюешь Вообще, ведение фирмы это полная безответственность Полная безответственность Но об этом как это можно сказать на уровне государства По парадоксу это так Так, религия Давайте посмотрим этот аспект Бог где-то там И ты ответишь потом где-то на седьмом небе Нет, ты отвечаешь здесь и сейчас Ты перед собой предстаешь Да, а фраза вот эта Окажите нам поддержку Это о чем? Вытрите нам попу Смотри, окажите нам поддержку Ложь какая То есть заведомо Я буду изворачиваться так Выглядеть так, чтобы вы Пожалели меня И оказали мне поддержку Смотри, такое направление Это как та жена, от которой муж сбегает к другой женщине Ищет где-то другую женщину на стороне Потому что жена А вот здесь надо маме помочь А здесь надо вот этой помочь И жена врет, врет, врет И она уже так достала Она не искренняя И мужики ищут эту искренность на стороне Так дайте возможность своей женщине быть искренней Дайте ей возможность быть искренней Скажите ей, подожди, стоп Ты сейчас мне врешь, давай искренне поговорим Давай Пустите свою программу ума На это поприще Точно так же, ну, наверное, здесь проще женщинам пустить разум На поприще ума И сказать, давай, милый Давай, милый, поговорим искренне Где у нас косяки и разгребем их Потому что женщина рожает И воспитывает дитя первично Поэтому женщина У кого-то должен разум Ты знаешь, разумные мужики все-таки встречаются Конечно встречаются Конечно, но это тогда, когда женщина Когда у них мать была разумная А если у них не было В жизни опыта встречи с разумной Если не было встречи с разумной женщиной Даже хромосомы Х, Y, X Целая хромосома, а Y Ограничена Вот оно Да, даже физиология эти вещи показывает Все по образу и подобию Это удивительно Но возвращаться к себе все равно придется А с чего человек начнет возвращение Это его дело Все равно надо проснуться Инфодайнг – это про просыпание И состояние, в котором мы берем информацию Это состояние пробуждения, просыпания Просыпания, да Когда вы утром просыпаетесь И у вас идет свежая информация И вы эту информацию не засоряете Помоями религиозных учений Или чужими концепциями Чужими представлениями У вас есть вы И вы разбираетесь с собой И инструментарий, который мы предлагаем Вы можете использовать тот, что мы нашли По работе с психикой И вы можете наработать свой Но в любом случае Это будет возвращение к себе Искренним и настоящим Итак, у нас в конце мая У нас остается одна лекция Она будет называться «Парадокс трехточечной системы И выход в бесконечность» На самом деле эта лекция Просто увлекательное путешествие В инкарнационный цикл И мы даже сможем в него заглянуть Возможно с двух сторон Из мира реальности Ну это уже привычно, да И вы можете ждать мир Под сознание Нет Мы хотим заглянуть Из мира реальности И из мира антипсихики Из мира психики Из мира антипсихики Это жесткие подходы Но это интересные вещи Потому что это Интересный путь в бесконечность Это более глубинное изучение Тех процессов Которые происходят с человеком Во время смерти Когда мы смотрим на этот процесс Из реальности Мы видим перетекание сознания А что мы видим Когда мы смотрим Из антимира Так вот Научить этому человека Мы не можем То есть вот У нас есть люди Очень малое количество людей Очень ограничено У которых есть доступ К работе в этих состояниях Но даже им Тяжело воспринимать Зачастую то, что мы говорим Нам самим тяжело Перечитывать то, что мы пишем Потому что Когда идет поток информационный Это остается на бумаге Мы понимаем Что это оставлено Для потомков Для себя Многие вещи сложны К восприятию Но это есть И это правда Это взято изнутри Самого человека Далее В начале июня У нас 4-5 июня Там с 11 часов утра Будет идти курс Он называется Основа инфодайвинга Практикум Это курс записи В конце мы дадим Пояснение Это один из самых первых Начальных курсов По инфодайвингу Самая простая Психотехническая база Для тех, кто хочет Вообще войти в инфодайвинг Именно в инфодайвинг Это просто входной билет И возможность общаться После курса То есть в конце второго дня В воскресенье вечера Мы ответим на ваши вопросы Дальше У нас 6 июня Будет лекция Она называется Про любовь и извращение Мы сегодня Когда записывали подкаст Про любовь Мы немножко цепанули Мы не стали углубляться Во многие вопросы Потому что они уже Описаны для того Чтобы дать на этой лекции Потому что Те вещи, которые творят люди Считая это любовью Мы считаем это извращение То есть для людей Извращение Это какие-то сексуальные формы Либо какие-то формы насилия Ну чаще сексуального насилия А мы смотрим не так Не так, да Вы знаете Когда мать Так заботится о ребенке Что у него Например Полностью вырубается Поджелудочная железа Включается эпилепсия Или Происходят какие-то Сбои И развивается тяжелое заболевание Это извращение или нет? А что должна делать мать Чтобы это случилось? Ну как можно так любить Чтобы залюбить до смерти? Что при этом происходит На уровне информационного обмена? Что происходит при этом На уровне обмена в подсознании? Что чувствует при этом ребенок? И что чувствует при этом мать? И как относится Разум к тому Что происходит между ребенком и матерью? Ведь есть же разум, да? Как он к этому относится? Ответственность-то крас Вынесли на разум Вот сейчас Но это временно на самом деле В конце все станет на свои места Вот эта лекция Она будет интересна И я думаю, что она будет полезна Для многих людей Вы знаете По результатам нашей работы Вот вода же камень точит Мы про любовь говорим Говорим, говорим Мы в чате пишем Книга вот первая по чату вышла Кстати Она очень удивительно Чистит мозг людям И ее очень хорошо Скачивают люди В электронном варианте Но она есть еще И в книжном варианте Но она реально Классная книга Которая Вот сознание Ставит на место У человека И при этом Зачастую Кажется Мы говорим Такие простые вещи Ну как это? Как это? Как это? Но как бы там ни было Люди, которые пошли Этим путем И начали разбираться В нашей практике Я могу же сказать Только за последние Сколько? Раз, два, три Три месяца За последние три месяца В нашей практике Три семьи В которых не могло быть детей Уже беременной А это про любовь И мы можем рассказать им Всю прошлую историю Тех душ Которые сейчас У них в животах Мы можем рассказать Кем они были И так далее Рассказать все истории Потому что это все Люди, которые Наши люди Как мы говорим Наши люди Наши люди Наши Но это случилось А этого не может случиться Пока родители Не умеют любить Ключ в любви Родители не могут Дать жизнь Если они сами Ее не имеют А любовь Есть жизнь И в этом ключ И в этом правда А когда вы Любовь подменяете Неважно Чем вы ее подменяете Иногда Благими намерениями Дорога Выслана в ад И выустраиваются Своим детям Мат И болезни И так далее Особенно Когда ребенок Пришел здоровым А ты видишь Его потом Абсолютно больным Ты понимаешь Это полностью Сделали родители Полностью И не надо Спрасывать ответственность Да Вот Это про любовь Так вот Любви надо учить Надо учить И надо объяснять И надо развивать И надо И не важно С чего человек начнет Начнет с лекции Хорошо Пускай лекция Все равно Человек так или иначе Воткнется в то Что он нецелостен Так или иначе Он воткнется в то Что у него есть Обида Страх Вина Боль Это все надо проработать Он так или иначе Воткнется В моменты лжи Самому себе И более того Вам скажу Он по ромашечке Будет ходить Вот он уже осознает Как он врет Себе Потом он вышел В инфодайвинг Разобрался Ему полегчало Вернулся А как вернуться до конца Ведь здесь же Надо быть Самим собой Надо сила А когда силы нету Я зайду еще на один круг лжи Еще на один круг лжи И потом Когда уже подсознание Снова включает Какую-то болезнь Не, я снова прибегу В инфодайвинг Отлично Можно было Вот эти вот петли В ложь Опять не делать Но ты это делаешь Для чего? Где ты ищешь спасения? Ты же не в себе Ищешь спасения Вот Мы таким людям На самом деле Не помогаем Не уходить Не приходить Ничего Скоро себя обманываешь Сам себя обманываешь Надоест придешь Вот Ну, либо сам разберешься Вот Дальше У нас 7 июня Начнется Очень интересный курс Он называется Возможности Сатаны в психике Теория и практика Красивое название Да Возможно Да, и сатаны Сатаны с большой буквы Специально написал И название такое Чтобы убрать С курса Всех недалеких Вот Всех Сравливых Сразу Ушатеть Да Чтобы остались Только адекватные люди Когда И кстати Остались только те Кто читал наши книги Конечно Потому что Когда мы говорим О сатане Мы говорим О теневой части Человека И в этой теневой части Именно спрятана И сокрыта жизнь Сама жизнь Сама жизнь Сама любовь Это все об этом Теплая Желая И вот Когда мы Осознанно Этими возможностями Пользуемся Для того Чтобы Смотрите Здесь уже нету Слова Управлять Нету Только создавать Курс будет На самом деле Сложным Это очень Продвинутый курс Потому что Это курс По созданию Сильный и мощный Уже даже По названию Понятно Здесь по названию Понятно Чтобы убрать Размазанных Растертых У кого нету Ресурса внутреннего У людей Нету позволения Себе Вообще никакого Вот это все 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 Не приходить Этим людям Приходят те Кто целостен Кто ищет Вариантов Развития В себе Кто ищет Любовь И кто ищет Как Научиться Создавать Свою жизнь Здесь нужен Силовой ресурс И соответственно Здесь должна быть Проработана Злость Хотя бы Частично Хотя бы Хотя бы Чтобы была Сила в человеке Потому что Для того Чтобы создавать Нужна Внутренняя сила Внутренняя сила Кстати Очень четко видно Когда человек Слабый Я вот сейчас Зачастую Смотрю Лекторов Иногда Сидит девушка Такая Вроде бы Такая Вся красивая Вся 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 И говорит Правильно Иногда Даже Вот Недавно Видела Нашими Просто Предложениями Такое чувство Что человек Записывал Нашими Предложениями Говорит Вроде Правильные Вещи Говорит А там А ресурса Нет А силы Нет Так Сзади Нет Нет Силы Чему Ты можешь Научить Если у Тебя Силы Нет А знаете Почему Силы Нет А Неосознанно Злость Б Нет Собственного Опыта Проживания Это Две Вещи Которые Дают Силу Злость И Собственный Опыт Злость Надо Осознать И взять Под контроль Полностью Иначе Чтобы Чтобы Она Не Рушила Твое Собственное Тело Не Разносила Твое Собственное Подсознание Это Силовой Ресурс То есть Неосознанно Особенно Подавленная Злость Неосознанно Подавленная Злость И Нет Собственного Опыта Проживания Кстати Насчет Опыта Проживания Есть Такая Интересная Тема Вот Просто Сейчас Мелькнуло Смотрите Вот Есть Америка Я Сейчас Заверну Вообще У них Очень Хорошие Там Я не знаю Как у них Называется Сенат Да Или там Парламент Что у них Но Есть Какие-то Структуры Которые Выбирают Президент Президент Я знаю У них Точно Есть Так Вот Когда Сильная Страна Сильная Команда Выбирает Сильного Руководителя Выбирают На два Срока Ну Чтобы Не Заедался Чтобы Потом Был Новый За Это Время Человек Не Успевает Получить Опыт Реально Не Успевает Получить Опыт И Поэтому Можно Ставить Любого Киногероя Поэтому Там И были Кеннеди И Буш И все Остальные Нормальные Актеры То есть Их роль Абсолютно На картинку Они Не Являются Руководителями Как На заставочку На заставочка Потому Что Нет Жизненного Опыта Как Не Крути Если Мы Говорим О том Чтобы Двигать Нужен Жизненный Опыт Без Него Никуда И Сила Есть Там Где Есть Жизненный Опыт И Поэтому В Инфодайинге Мы Предлагаем Людям Все Проживать На Себе Абсолютно Все Проживать На Себе Абсолютно И Когда Вы Проживаете Все На Себе Вы Сами В Этих Состояниях У Вас Есть Свой Опыт Вы По Новому Переоцениваете Свою Жизнь Вы По Новому Смотрите На То Как Бы Вы Разрулили С Какими То Ситуациями Старыми Вы По Новому И Завершаете С Благодарностью И У Вас Есть Силовой Ресурс И Когда У Вас Есть Силовой Ресурс Через Призму Прожитого Опыта У Вас Не Надо Давить Злость Старую Вы Осознали А Новую Не Надо Давить Она Просто Не Бурлит Вас Зачем Злиться В Раю Нет Смысла На Злость В Раю Нет То Злость Как Силовой Ресурс В Вас Идет Осознанно На Создание Именно Это Уже Не Злость Это Ресурс Создание Это Ресурс Потому Что Злости В Злости Вообще Нет Смысла Там Разрушение А Именно Сила Разрушения Сила Разрушения Это Зло А Здесь Сила Создания А Здесь Сила Создания То есть Трансформация Вот Эта Трансформация Она Возможна В Человеке Только Только После Того Как Он Имеет Свой Жизненный Опыт И После Того Как Осознанно Подавленная Злость В Нем Самом А Это Значит Завершены Очень Многие Сюжеты Из Его Жизни Которые Еще В Его Памяти Хранились Через Любовь И Благодарность Да Однозначно И Это Кусок Работы Над Собой И Это Не За Пять Минут И Зачастую Это Не За Одну Жизнь Но Можно Это Сделать Быстрее Если Вы Идете Через Инфодайинг Это Можно Сделать За Пару лет Состояния Будут Очень Глубинные И Это Курс По Созданию Он Будет В Начале Июня Кстати Просто Обучающих Программ У нас Дальше Не Будет Потом У нас Будет Еще Один Курс Он Называется Управление Восприятием Он Будет Ити В Записи Это Опять Таки Базовый Курс По Инфодайвингу Потому Что Без Управления Восприятием Невозможен Инфодайвинг Это Для Начинающих Для Тех Кто Только Приходит В Инфодайвинг Он В записи Будет Ити 11 12 Июня Это Суббота Воскресенье Тоже С 11 Утра И До Вечера И В конце Второго Дня Мы Ответим На Ваши Вопрос Курс Записи Дальше У нас В июне Еще 13 Июня Хорошая Дата Хорошее Число 13 Люблю У нас Будет Курс Который Называется Создаем Своё Будущее Это Не Курс Это Коллективное Погружение Оно Дешевое Конкретно Техники Создания И Если Вы Хотите Что-то Проявить Материализовать Чтобы В вашей Жизни Это Нашло Место Своё Отражение Подключайтесь Это Массовая Программа Обычно Такие Программы Люди Любят Вот Она У нас Будет Повторена 13 Июня Более Глубинная Но Сам Факт Что Вы Вместе С нами Сможете Потренироваться И мы Немножко Вам Поможем Потому Что Мы Все Равно Когда Ведем Коллективное Подгружение Мы Используем Наши Возможности На То Чтобы Помочь Человеку Протолкнуть Его Какие-то Планы В Будущее Это Вообще Очень Подходит К тем Кто Хочет Познакомиться С Офигенная Программа Она Называется Моем Зеркала Из Глубины Эта Программа Уже Постепенно Раскупается Это Отработка Из Глубины То Мы Будем Отрабатывать Всех Участников И Вы Сами Будете Отрабатывать Всех Участников Это Конкретно Тренировка Где Будут Использоваться Абсолютно Разные Психотехнические Инструменты Под Данный Конкретный Запрос Запрос Может Будь У каждого человека По одному Запросу То есть Мы Заходим И Работаем С психикой Это Возможность Натренировать Консультационные Моменты То есть К вам Клиенты Обращаются С разными Запросами И это По сути дела Курс Тренировка С одной Стороны Как Работать На Консультациях С другой Стороны Это Курс Как Почистить Своё Зеркало Потому что Мы Живем И вот Например Наш Серийный Опыт Показывает Полностью Чистить Себя Иначе У тебя Начнёт Появляться Подавленная Злость Где-то Будет Дёргать Вина Или Обида Где-то Захочется Проявить Претензию Кому-то Предъявить Где-то Вдруг Захочется Поуправлять Кем-то Вот Как только Эти соблазны Возникают Так Привет Ты уже Наляпал Ты наляпал Своё зеркало Ты воняешь Пошли мыться Поэтому Вот у нас Будет Такая Программа В середине Июня И дальше Кстати раз в месяц Такие программы Будут Но там уже Будут тематические Вот мы моем Зеркала Из глубины Здесь Могут же быть Любая Проблема Сформулирована И мы с ней Будем работать Прямо В процессе курса Так будет строиться Обучающая программа И каждый При этом Проработает Не только себя Но и других Участников То есть За счёт Группы Эффект Когда ты Помыл Не кусочек Зеркала А всё Зеркало То есть Эффект Больше выхлоп Чем от консультаций Поэтому Но опять-таки Здесь будут Применяться Разные инструменты Поэтому желательно Чтобы у вас За спиной Были обучающие Программы С разными Психотехническими Базами Чтобы было Надсознание Подсознание Чтобы были Глубинные Какие-то курсы Почему? Потому что Инструментарий На этом курсе Мы не даём Мы его используем И предполагаем Что вы знаете Что у вас Это уже наработано Потому что Как нарабатывается Инструмент в инфодайинге Вот мы открываем Какой-то новый Пласт информации Здесь Нарабатывается Своя психотехническая база И ты делаешь По алгоритму Медленно И это в обучающих Программах Мы учим Потом мы делаем Быстрее 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 Потом раз И это мгновенно Ты даёшь команду И сознание Это отработано Потом вот такие Психотехнические базы Объединяются блоками В большие алгоритмы Когда ты раз И отработал Всё над сознанием Там за две минуты Раз Отработал Всё под сознание Ну там за десять минут Да То есть Это Но это очень большие Объёмы работы Но они просто Натренированы Это как в спорте Поэтому Когда мы уже На курсе Мы предполагаем Что когда мы говорим У вас уже Это наработано Это значит У вас Это есть В психотехнической базе Вы знаете Как это делать Потому что там Это глубоко Не рассказывается Уже на этом Конкретно курсе Обучающие программы У нас все в записи есть И они будут постепенно повторяться Именно в записи будут повторяться Но их можно приобрести отдельно Дальше Вот всё что касается Коллективных погружений И практикумов По понедельникам Вот они пока Проставлены до середины июня Потом мы подберём Те темы Которые нам самим интересны И мы поставим Дальше расписание Из большого расписания У нас Только В июле Будет курс Из глубины Мистика реальности Когда наша мысль материальна Этот курс Тоже будет С эгидой Мы моем зеркала И мы смотрим Что мы создаём И мы убираем Всё что мы нас создавали Зачищаем ерунду Которая нам не нравится В жизни И создаём новое Вот этот курс Он тоже будет глубинным Дальше В августе Точно так же Со 2 августа Нас ждёт Курс из глубины Расширение сознания Стёб мироздания Это курс Где мы будем Плотно работать С антимиром С антипсихикой Очень плотно И там будет Опять-таки Психотехническая база Как работать И тренировка То есть И одновременно Замена программ у себя То есть Он тоже идёт С грифом Из глубины Когда вы читаете Гриф из глубины Это значит На курсе есть отработки Это значит Что в отработку Будет браться Порядка 20 человек Не более Те, кто первое Предоплатил Цена остается Та же самая На меняться Не будет Все остальные Участники Кто в первую Двадцатку Не вошёл А вы видите Мы численно ставим Сколько места осталось Все остальные Участники Просто присутствуют На курсе И у них уже Цена меняться Не будет Цена курса Будет единая Дальше И у нас 6 сентября Уже Начинается Набор В группу Для начинающих Инфодайинга Здесь мы акцент Больше делаем На психологов И экстрасенсов На тех Кто работает С людьми И поэтому Курс называется От гипноза К инфодайингу То есть человек Есть в какой-то Концепции Любая Объективная Концепция Есть гипноз Абсолютно любая Если вы начнёте Читать книгу Управление Восприятием Вы просто Это дело Чётко Осознаете Потому что Там это всё Подробно Расписано Подведено И показано Вот Из любой Концепции К инфодайингу Надо делать Шаг Вот этот Шаг Мы будем делать С тобой Первый Курс Который Будет Показывать Вот эти Варианты Перехода От гипноза К инфодайингу Этот курс Будет Для нас Он простой Даже Как я Ирине Говорю Добеловатый Да Почему Добеловатый Потому что Ну я честно Говорю Потому что Вот всё Что касается Гипноза Ну давайте Назовём это Искусством Ну для меня Это добеловато Искусство То есть Есть вещи Которые Я Я знаю Как они Работают Я знаю Что на них Строится Психотерапия Ну как Психотерапию Назвать Добеловатой А как Её по-другому Назвать Вот если Честно Без лжи Вот задумайтесь Только Парадокс Да Ага Что вы Такое Говорите Посмотрите На психотерапию Там много Разума Там Размытость Размытость Там Именно И ложь Да Душу Давайте Попробуем Вылечим Лекарствами И Давайте Поиграем Поговорим Да Давайте На старое Программное Обеспечение Впечатаем Новое Знаете Это похоже Тогда Сознание Человека Вот Психика Человека Похоже На квартиру Бомжа Который Все время Все время С мусорки Таскает Таскает Вещи Он Таскает Таскает И тут Приходит К нему Психотерапевт И говорит Слушай А давай Мы твою Квартиру Подожжем И еще Туда Нагрузим Подожжем Да Так это еще Хорошо Если подожжем То есть Пепел Хотя бы Уменьшится Количество Ну это По типу Ну ты знаешь Там может Выгореть Тебя голова И потом Три раза Тебя Покодировали Потом с крыши Все сгорел Вот твой пожар В мозгах И не надо Говорить Что этого нет Это есть в медицине Не надо лгать Это есть Просто Люди Которые не говорят Об этом слух Делают имидж Что мы такие умные Как это мы такое Сможем сказать Это вот эти Две дуры Сидят и разговаривают Мы об этом Честно говорим Я вижу Вот в этих В этой психотехнической базе Которая связана С гипнозом Абсолютную Добеловатость Более того Я в инстаграме Еще встречаю Гипнотизеров Которые работают С эзотерическим уклоном И начинают Рассказывать Концепции Абсолютно сумасшедшие То есть В этих концепциях Нету ни одного То есть Вот мир фантазии Человека Вообще Нету Ничего Что могло быть Привязано К результату Вот чем отличается Инфодайинг Просто от каких-то Концепций Мы тупо берем И привязываем К результату Вот мы работаем С человеком Привязали к результату Вот этот кусочек Сдвинулся Вот этот не сдвинулся Тут помогло Тут не помогло Значит этот кусочек Надо работать по-другому Вот это подход Инфодайвинга И мы каждый раз Привязываем к материи И это было С самого первого дня Благодаря этому Абсолютно четко Четко это говорить Он был Но он назывался Магией Это было Иное количество Тысяч лет назад Это были люди знания Это было Но потом Это все было утеряно Закрыто Ящик Пандоры Закрылся Люди заснули Глубоко Заснули Боги спят Пора просыпаться Блин Как растормошить В общем Итак В начале сентября У нас идет Набор в группу По гипнозу Не гипнозу А на курс От гипноза К инфодайвингу Так называется курс И это набор В первую группу Которая пойдет дальше Какие-то курсы Мы будем Давать потом Для начинающих В записи Какие-то курсы Будут Такие Переходные Где мы будем Сами вести Они будут Появляться По мере Смотрите Мы в этом году Будем отрабатывать Программы Которые в дальнейшем Будут ввести Другие тренера В нашем центре То есть Мы конкретно Готовим материалы Для того Чтобы сделать Очный центр Очный центр По инфодайвингу Чтобы вы понимали Это невозможно Поэтому Сразу Все по парадоксу При этом Он у нас будет И Соответственно Там будут Люди Которые будут Давать варианты Перехода От объективной Реальности К субъективной И фиксироваться В субъективной Реальности Все что касается Субъективной Реальности Работы с клиентами Все равно Идет дистанция Каждый должен Быть один Один на один С расслабленной Психикой Это правильный подход Чтобы был Пассивный Парасомнобулизм Вот Поэтому Есть вещи Которые сложные Как передать И в то же самое Время Когда ты Человек отработал У него иногда Возникают И тревожные Состояние И так далее И надо Люди Квалифицированные Кто может С этим работать Вот для этого Нам нужны будут Люди Которые Человек еще В объективном Он не может Шагнуть Субъективно Его постоянно Как это В штанах Болтают Туда-сюда Вот для этого Надо чтобы были Люди Которые Помогут Зафиксироваться В субъективном Научат Брать ответственность Научат Благодарить Научат Возвращаться К себе Научат Смотреть По-другому На жизнь Вот этому Всему будут Учить И это должны Быть Профессионалы И Вы знаете Я бы Например Вот мое пожелание То есть С одной стороны Я понимаю Что Очень многим Психологам И экстрасенсам Захочется Подключиться К этой программе Потому что Пахнет деньгами Да Очень хорошо Вас понимаю Вообще просто Супер понимаю А с другой стороны Мне бы очень хотелось Чтобы подключилась Молодежь Которая в дальнейшем Получит образование Психологов Либо еще Какой-нибудь Которая планирует Но сначала Инфодайвинг Почему Потому что Вы тогда будете Психологию Брать под другим Углом восприятия Вы будете Видеть Всю ложь Психологии И вы будете Менять Таким образом Ее И вы будете Менять ее Прямо В тех институтах Где вы учитесь Вот это круто Вы будете тем Голодком Свежей воды Родниковой Которая Втечет В затхлое болото Да Потому что Там затхлое болото Мы это можем Говорить Абсолютно Как родник чистый И это болото Станет Очищаться Да То есть Вот когда молодежь приходит Это на самом деле Очень здорово Либо те Кто планирует Например Второе образование Психолога Но до психолога Лучше взять Это Кстати этот курс Недорогой Дальше У нас будет Курс Это уже в конце сентября Магия автоматизма Психики Раньше Это была Магия ритуалов Психики Но он Автоматизм Мы еще не давали Это полностью Антимер Мы полностью Познакомим Со структурами Антипсихики Дело в том Что именно Эта структура Она первична С точки зрения информации И ее переотражение В подсознании Создает иллюзию Первичности Подсознания Относительно Надсознания То есть наш мир Вообще далеко не первичен И материя далеко не первична Чтобы вы понимали С точки зрения информации Вот эти вещи Мы будем раскладывать Полностью Это в конце сентября Вообще это тоже Сложный курс Очень сложный курс И Если туда прийти Неподготовленным Не имея Психотехническую базу Не имея Опыта Погружения И так далее Что можно наработать За лето самостоятельно Взять его Будет Сложно То есть это будет Тогда На уровне Разговорного жанра А ценность этого курса Не в разговорном жанре А в состояниях И поэтому получится Что вы можете Потратить деньги зря Потому что вы не готовы Взять то Что мы будем давать Поэтому все-таки Прочувствуйте Насколько вы готовы уйти И чтобы вас говорило Не эго и ум А именно разум Здравый смысл Вот Хотя Я знаю Что эта группа Она соберется Достаточно быстро Потому что у нас Много людей Кто способен Это взять Из тех Кто уже прошел Много курсов С нами Просто будет двигаться Дальше с нами Дальше У нас в октябре Планируется курс Первичные навыки Работы при заболеваниях Это практический курс Опять-таки Тоже желательно Психотехническая база Чтобы вы работали Нашими алгоритмами Нашими инструментами Чтобы мы с вами Говорили на одном языке Энергетика и ресурсы В психике Это тоже будет курс Который пройдет В конце октября Тоже усложненная программа Тоже расставить Точки над И Но Эта программа Вот она Экстрасенсам Очень хорошо зайдет Особенно те Кто энергопрактиками Занимается И так далее Будет очевидно Да где же Ваша энергия И где те Ваши рейки Космоэнергии Потоки И так далее То есть чтобы потом Не было вот этих Дурацких комментариев На ютубе Когда читаешь И понимаешь Что Пусто Ответственности нет Все вынесено Пусто Выросла капуста Вот это то Что у нас сейчас Проставлено В расписании Здесь не проставлены Те курсы Которые будут Еще в записи Идти летом И осенью Мы будем смотреть Какой курс Лучше Будет Идти на какую Аудиторию И Чтобы лучше Подготовить людей К старту В инфодайвинг Вот к тем программам Которые у нас стоят То есть мы будем На наши программы Ориентироваться Чтобы помочь людям К ним подготовиться Если вам интересен Этот путь Путь инфодайвинга Путь в себя Если вы интересны Себе Если вам интересны Себе Путь к себе И вы интересны Себе Если вы хотите Найти ответ на вопрос Зачем вы вообще Родились И для чего Вообще Зачем вы живете И вообще Как строится Ваша жизнь Дальше И Начать создавать Осознанно Вашу жизнь Чтобы найти Бога В себе То есть Те вопросы Которые мучают Большинство людей После 50 Но при этом Их вместе с этим Мучает жадность И тупость Вот Вы разберитесь Если вам интересно Разобраться С самим собой То добро пожаловать Тогда будем разбираться И мы вам На каком-то этапе Пути вашего жизни Но поможем Протянем Протянем руку И поможем Потому что У нас тоже Свои планы На обучение У нас тоже Свои планы На центры И на все остальное Пока мы Этот путь Проделаем вместе с вами И готовим Параллельно людей Которые будут Потом Работать Кстати Уже успешно Работают Заметьте Наши ученики Вот вы можете Посмотреть В инфодайлинге Сейчас очень много Тренировок И если вы зайдете Можно выбрать учеников Можно даже Бесплатно Подать заявки Им на тренировку Получить И очень Очень хорошие отзывы Можете почитать В инстаграме Я выкладывала Попадание у ребят Очень сильное Но Когда я говорю Попадание Здесь еще Речь идет о попадании А мы хотим Чтобы шла Речь полностью О создании Здоровых сценариев Вот этот вот Переход Он осуществляется Через свой Собственный Опыт И ребята Нарабатывают Этот опыт Через работу С вами И точно так же Можете тренироваться Вы платформа Сабришин Специально писалась Под инфодайлинг Потому что Нету таких Аналогов Продуктов Которые дают Такие возможности Включая тренировочные Они возвращаются К искренности Он просто Другие отношения Будут Все другое Все другое Абсолютно Вы можете Почитать Нам кстати Пишут И там Среди Обратной Связи Ну сейчас Я больше Конечно В инстаграм Пишу Хотя Вот Вчера Вкинула На пуп Немножко Потому что Сайт Долго не обновлялся Думаю Надо Чтобы Нормально Его искал Под это Вкидываю Только Потому что Сайт Переполнен Уже Отзывам Некуда Писать Там Избыток Вот Сейчас Отзывы Заработали На Сабришине Будете Читать Отзывы На Сабришине И будете Сами писать Туда Не мне А туда То есть Они будут Таким образом Сохраняться И оставаться Для других Людей То есть Все ваши Истории Все остальное Просто Вот этот Объем информации Вал Который Идет Для Знаете Что удивляет Для человека Разумного Вообще Разумного Становится Очевидным Инфодайм Очень крутая Штука Она настолько Крутая Штука Что Если ты Даже ее Не понимаешь Сейчас Ты ставишь Галочку Что надо Этим Поинтересоваться Потому что Это реально Дает Охрененные Результаты Что Не может Весь мир Причем Люди С разных Континентов Так Врать Да Для Человека Но это Для Разумного Для Человека Умного Ум такой Искорежный Говорит Ну Так Я же Тут же Жадность Тебе Включу Чтоб Тебе Туда Вообще Не ходить Ты Сиди В своем Болоте И нечего Из моего Садкого Болота Вылазить Я найду Тебе Доказательства Что Это Чушь Чушь Да Это Для Умного Зарытого Но И то Человек Умный Начинает Смотреть Фильмы И так Врет Она Или Нет Это Подставная Съемка Или Подставная Нет Здесь На немецком Языке Диагноз Сняли Кстати Уже Ни одному На немецком Языке Диагноз Сняли Ой В какой-то Момент Стоп Наверное Имеет Смысл Туда Сходить А может Я там Увлекусь И создам Свою Игру Умную Но это Для Человека Умного Но Вы знаете Очень много Людей Просто Роботы Там Нет Ни ума Ни разума Там Есть Автоматическая Программа К сожалению Да И тогда Для них Инфодайвинг Это вещь Ну Непозволительная Роскошь Роскошь Которой Они Не смогут Прикоснуться Еще Не Один Десяток Жизни А может И сотен Жизней Поэтому Вы Определитесь Сами В каком Круге Вы Это Выбор Человека Если Человек Приходит В инфодайвинг И Начинает Возвращаться К себе Целенаправленно У него Нет Обратной Пути Любая Попытка В дальнейшем Лгать Она Очень Четко Подсознание Так Смотрит Ты Че Опять Пошел Подзад И Больно И Четко В голове Так Это Я Сам Себе Эту Боль Создала Это Я Сам Себе Врать Начал Блин Опять Я Деградирую И Все Настолько Очевидно Разборки С собой Сразу Начинаются И Это Другая Песня Это Искренняя Честная Настоящая Игра Самим С собой В принципе Так Она И строится Я Единый Играю С самим С собой И Когда Ты Осознаешь Все Вот Эти Ипостаси Этой Игры Ты Просто Ловишь Кайф То, что мы в раю Это не наша придумка Это очевидно Люди Мы в раю Мы в раю Очнитесь Проснитесь Откройте глаза Будьте счастливы А самое главное Другого варианта Нет На самом деле Мы в раю Но ум придумал Другой вариант И появилось Это искажение И тогда Я служу Я страдаю Мир ограничен Мне не хватит Здесь я урву Здесь я обману Здесь я Создал Общество С ограниченной Ответственностью А здесь я Патентную Организацию Сделаю В этом Узком Ограничении Ума А здесь Я религию А здесь За любой Аспект За любой Который Сейчас Не возьмешь Ты видишь Эту ограниченность Ума Когда Вот ограниченный Объем информации И туда Нет притока Чистого Чистой Родниковой воды Но кстати Очень четко Чуть-чуть Чистого сознания Наблюдай Не в этом году А в следующем Что-нибудь Произойдет Влада Аж камень Точит Да И на самом деле Возвращение К разуму Возвращение К пробуждению Разума В себе Это Это единственный Наш выход Из Зацикленной Программы Которая Уже На самом деле Все подошла К тому Что она Сейчас Вот-вот Разрушится И будет Перезагрузка Потому что Игры Вы видите Уже идут Тупые Устаревшие Игры Тупые Устаревшие Игры Уже Даже Оспа Называется Обезьяньей Уже Просто Трэш Пошел Ребят Вы просто Вдумайтесь Уже Просто Божественный Степ Валится Чтоб только Человек Проснулся Сейчас На самом деле Вот Время Когда Либо Вот-вот Все Перезагрузится И будет Новый Сон Именно Сон Либо Новая Жизнь Давайте Жизнь Золотой Век Наступает И будет Золотой Век У меня Других Вариантов Нет Да Золотой Век Это Искренний Красивый И Начнется Он С Белой Земли Бангов Другого Нет Места Не Просто Так Белая Земля Белая Русь Старт Пошел Отсюда И Поэтому Инфодайинг Он Будет По-любому Зафиксирован В Беларуси Как Национальный Бренд Он Уже Зафиксирован Как Национальный Бренд Как Национальное Достояние По-другому Никогда Не Будет И Начало Новой Жизни Здесь Здесь